Приветствую вас в следующем уроке нашего курса. В данном видео мы с вами будем изучать виджет под названием Spinner. Смотрите, при разработке сайтов очень часто необходимо создавать формы, а именно текстовые поля, в которые будут вводиться только числовые данные. И при этом числовые данные будут вводиться, скажем так, вот такого вот вида. То есть, к примеру, один, либо два, либо три. Вот такой вот очень распространенный пример, когда в интернет-магазине вы при заказе товара, скажем так, выбираете количество того или иного товара. И для удобства, очень часто вы, наверное, замечали, что возле, скажем так, текстового поля, где можно ввести, собственно, количество, есть небольшие кнопочки, которые позволяют, скажем так, инкрементировать уже число по умолчанию, скажем так, единичка, за каждое нажатие этой кнопочки. То есть, мы нажимаем, скажем так, на кнопочку плюсик, и здесь у нас уже в текстовом поле появляется двоечка. Затем мы нажимаем еще раз плюсик, появляется троечка и так далее. То есть, виджет спиннер позволяет нам оформить наше текстовое поле таким образом, что внутри него появятся две кнопочки, нажимая которые мы можем как бы пошагово увеличивать числовое значение данного текстового поля. Ну и, собственно, точно так же и уменьшать. То есть, две кнопочки, одна кнопочка инкрементирует значение текстового поля, вторая кнопочка, собственно, выполняет декремент, то есть уменьшает значение текстового поля. Если же посмотреть на официальном сайте библиотеки jQuery, User Interface, собственно, демонстрацию данного виджета, то текстовое поле, когда мы используем на нем виджет спиннер, спиннер принимает вот такой вот вид. То есть, это обычное текстовое поле, как обычно, сбоку которого добавляются вот так вот две кнопочки, кнопочка вверх и кнопочка вниз. Соответственно, нажимая кнопочку вверх, мы увеличиваем значение числовое, уменьшая кнопочку вниз, мы уменьшаем числовое значение. Вот для этих целей в основном и применяется метод спиннер, виджет спиннер. Поэтому давайте более подробно рассмотрим, как его можно вызвать, как его применить и так далее. Опять же, для сегодняшнего урока, так, я, собственно, создал небольшую HTML-страничку, очень простенькую, в которой содержится одно текстовое поле с идентификатором спиннер, только давайте добавим одну буквочку N, вот так вот. Затем, два переноса строки и, собственно, между тегами спиннер мы вводим строку клик. То есть, это не что иное ссылка, которая будет запускать различные методы данного виджета. То есть, для тестирования мы будем использовать данную ссылочку. Теперь, что мы делаем? Переходим в наш скрипт, вызываем, собственно, данный виджет, но перед этим необходимо выбрать элемент. Элементом для, собственно, виджета спиннера является текстовое поле, то есть, элемент input, input, type, text. Поэтому выбираем данное поле по идентификатору спиннер, вот так вот, и вызываем метод спиннер. Данный метод принадлежит библиотеке jQuery UI. Вот таким вот образом мы его вызываем, обновляем наш скрипт, и вот, собственно, обратите внимание, теперь наше текстовое поле выглядит вот таким вот образом. То есть, у нас все так же есть текстовое поле, но рядышком, а даже внутри него, как бы, ну, здесь не внутри него, а рядышком с ним созданы две кнопочки. Кнопочка вверх, при нажатии на которую мы увеличиваем числовое значение данного виджета, и кнопочка вниз, при нажатии на которую мы, собственно, уменьшаем числовое значение данного виджета. Очень прост в использовании, как вы видите, и довольно-таки функционален, так как очень удобно данный виджет использовать в интернет-магазинах и на любых других сайтах, где вам необходимо, скажем так, вводить и принимать какие-то числовые данные, которые пользователь может, как бы, пошагово изменять. То есть, с определенным шагом, скажем так, через 1, через 10, через 100, через 50 и так далее. И, собственно, когда вы оперируете только числовыми типами данных. Вот. Сейчас давайте рассмотрим свойства, методы и события данного виджета, а в конце данного урока мы рассмотрим некий дополнительный функционал данного виджета, так как, собственно, скажем так, вывод вот этих вот кнопочек, это не весь функционал данного виджета. Данный виджет также может определенным образом обрабатывать вот эти вот данные и обрабатывать их и изменять в соответствии уже с локальными настройками. То есть, если вам нужно, к примеру, привязать данный виджет, скажем так, к региону Россия, так, то, ну, опять же, дальше по ходу урока мы с вами посмотрим, как это все делается. Сейчас я не буду об этом вам говорить, по ходу урока станет сразу все понятно. Итак, как обычно, давайте рассмотрим свойства данного виджета, то есть настройки. Для того, чтобы указать настройки, опять же, мы передаем литерал объект, при помощи литерал объекта свойства данному методу. И первое свойство, которое мы с вами рассмотрим, довольно-таки распространенное свойство для всех виджетов, это свойство Disublet. Вот так вот. И если мы передаем значение true, то, конечно же, наш виджет отключается и, собственно, неактивен, работать мы с ним не можем. Поэтому вернем значение false. False является значением по умолчанию для данного виджета. Затем полезная настройка, настройка icons, которая позволяет нам задать классы для отображения вот этих вот двух кнопочек. То есть кнопочка это не что иное, как блок, на фон которого установлено определенное изображение. В нашем случае это стрелочка вверх и стрелочка вниз. Так вот, вы можете классы, которые отвечают за вывод, собственно, данных кнопок, изменить и, собственно, поместить на фон то изображение, которое нужно вам, скажем так, либо по дизайну, либо по вашему сайту и так далее, либо по заданию. И, собственно, чтобы передать значение в данное свойство, то есть это свойство, по сути, является объектом, поэтому его значение мы указываем как литерал объект, вот так вот. То есть свойство icons это объект, объект, который содержит два свойства, свойство up и, собственно, свойство down. Так. И я думаю, вы уже догадались, что up определяет класс для кнопочки увеличения значения, и down определяет класс для кнопочки уменьшения значения нашего текстового поля. Опять же, классы вы можете либо придумать сами и указать их вот здесь вот, а затем, соответственно, описать правила для этих классов, либо же воспользоваться уже стандартными классами, которые есть в библиотеке jQuery User Interface, в файле стилей данной библиотеки, и вот эти вот стили, с которыми мы с вами неоднократно сталкиваемся, стили в группе, так, давайте найдем эту группу, группа Positions. Вот она, Position. Вот, и, собственно, здесь выбрать один из этих стилей. Каждый стиль является собой определенное изображение, поэтому что мы здесь найдем? Давайте найдем, ну, скажем, здесь есть плюс и минус. Плюс, где-то я видел, так, плюс и Клок, Пенсил. Так, вот, вот, собственно, класс для вывода изображения плюсика. Вот он. И, собственно, класс для вывода минуса. Вот он. Вот так вот передаем, сохраняем, переходим в браузер, обновляем. И вот, собственно, обратите внимание, кнопочками теперь служат плюс и минус. Вот таким вот образом можно, скажем так, управлять, собственно, отображением кнопок. Дальше. Свойства Incremental. Смотрите. Перед тем, как его рассмотреть, я хочу вам показать то, что, смотрите, мы, когда кликаем по вот этим вот кнопочкам, можем не просто кликать вот так вот, а, скажем так, зажать кнопочку и держать. Смотрите, сейчас постоянно идет увеличение, скажем так, значения нашего текстового поля. Видно, да? Точно так же и с кнопочкой минус мы можем нажать и держать. И таким образом наше значение постоянно уменьшается. Понятно, да? Вот. Дальше. Уменьшать и увеличивать значение мы можем, используя стрелочки вверх и вниз на клавиатуре. То есть, собственно, я сейчас нажимаю вверх, значение увеличивается. Я сейчас нажимаю вниз, значение уменьшается. Вот. Собственно, свойство Incremental может принимать, скажем так, три параметра. Первый параметр. Параметр True, который является значением по умолчанию. И означает он то, что, смотрите, когда мы с вами зажимаем, скажем так, одну из кнопочек, вот так вот, то у нас как бы шаг движения нашего, не движения, а увеличения значения текстового поля не постоянен. Он постоянно как бы изменяется. Вот так вот, да? Но если мы передаем False, то шаг увеличения постоянно одинаков. По умолчанию он равен единице. К примеру, вот так вот. Кстати, за величину шага отвечает настроечка Step. Вот так вот. Если я поставлю пятерочку, то мы с вами можем увидеть, что сейчас, если я зажму и буду держать кнопочку плюс, то увеличение будет так. Почему-то не отработала наша настроечка Step. Так, так. А, ну, конечно. Мы же вот эти вот настроечки сейчас передаем как литерал объект для свойства Icons, а нам их необходимо передавать вот здесь вот, за пределами данной настройки. Вот так вот. Собственно, смотрите, сейчас я указываю шаг равен пяти. Значение настройки Incremental равно False. То есть сейчас, если я зажму и буду держать, собственно, кнопочку плюс, то шаг увеличения значения текстового поля будет равен постоянно пяти. Смотрите, вот я держу и видно, да, что шаг равен пяти. То есть последняя циферка это либо ноль, либо пять. Постоянно как бы вот так вот перебрасывается. Видно, да? Вот. И до, собственно, бесконечности. Если же я установлю здесь True, то сейчас как бы шаг изменения, увеличения, вернее, значения текстового поля будет уже не постоянен. Обратите внимание, вот я зажал. И видно, да, что здесь уже сейчас постоянно держится ноль, так как, в принципе, сейчас наш шаг изменяется в размерах и постоянно немножечко так увеличивается. Вот. То есть вот такая вот настройка, в принципе, она довольно-таки редко используется, так как визуально тяжело ее заметить. Но такая настройка есть, и вы должны о ней знать. Ну и, конечно же, можно передать сюда функцию Function. Данная функция должна вернуть, собственно, величину шага. То есть если я напишу вот так, вот Return, скажем так, 20, то шаг, если мы нажимаем плюс и минус, будет равен 20. Так. Так, только единственное, давайте закомментируем настройку Step, так как она равна у нас 5, мы увидим, что данный шаг, да, шаг 5 дают нам изначально, начальный шаг 100. Вот так вот, если я буду увеличивать, то видно, да, сейчас отрабатывает вот эта вот функция, и у нас шаг, скажем так, увеличение, изменение значения текстового поля равен 20. И то же самое в отрицательную сторону уменьшаем с шагом 20 единиц. Вот таким вот образом. Понятно, да? Вот это то, что касается, скажем так, настроечки Incremental. Данная настроечка довольно-таки редко используется, но иногда она может быть полезна. Так, теперь, давайте я ее закомментирую, в принципе, она нам не нужна. Здесь оставим настройку Step. Настройка Step, еще раз повторюсь, задает нам шаг изменения нашей величины. Величины текстового поля видно, да, вот 5, 10, 15, 20, и точно так же в отрицательную сторону. Вот, и еще две полезные настроечки. Настройка Minimum, которая задает минимальное значение текстового поля виджета Spinner. Ну, к примеру, напишем вот так вот, минус 500, да? И, собственно, максимальное значение, настроечка Maximum, которая задает максимальное значение текстового поля для виджета Spinner. Опять же, смотрите, вот я зажму сейчас плюсик, и держим, да? Как только значение достигнет значения 500, максимального значения, то, собственно, сколько бы мы ни жали на плюсик, больше увеличения данного значения у нас уже не будет. Точно так же в отрицательную сторону, как только мы достигнем значения минус 500, декремент остановится, и больше уменьшить значение мы с вами не сможем. Вот такие вот две полезные настроечки, которые довольно-таки часто используются. Дальше, вообще-то дальше следует рассматривать настроечку нам бы, формат, но мы о ней с вами поговорим немножечко позже, когда будем рассматривать локальные, вернее, работу данного виджета уже с привязкой к некоторым локальным настройкам, понятно, да? Поэтому здесь мы пока закомментируем данную настроечку. Теперь, следующая настроечка называется Page. Вообще, в виджете Spinner есть понятие как бы страниц. Страница – это, скажем так, несколько шагов. То есть шаг у нас сейчас определяет, скажем так, один шаг – это у нас 5 единиц, да? Вот. А страница содержит в себе несколько шагов. Скажем так, 4, 5, 10 и так далее. То есть несколько шагов – это одна страница, понятно, да? Вот. И, собственно, настроечка Page содержит в себе число как раз таких шагов в одной странице. А для того, чтобы переходить со страницы на страницу, то мы с вами рассмотрим определенные методы, которые позволяют это сделать. И что мы сделаем? Смотрите, сейчас шаг у нас 5, а в странице мы напишем, что будет точно так же 5 шагов. Понятно, да? Вот. И дальше мы, когда будем изучать методы, с вами увидим, как работать с данной настройкой. Вот. В принципе, это все настройки, которые есть у биджета Spinner. Теперь давайте рассмотрим методы. Для этого что мы сделаем? Мы обратимся к нашей ссылочке по идентификатору CL. Вот так вот. Выберем ее при помощи библиотеки jQuery. Вот так вот. Используя метод click, опишем функцию обработчик события click по данной ссылочке. Вот так вот. И, собственно, здесь что мы будем? Мы будем вызывать методы виджета Spinner. Опять же, мы выбираем тот элемент, для которого применен данный метод. И в скобочках к этому методу мы передаем имена, собственно, методов. И первый метод, который мы с вами рассмотрим, метод destroy, который, как обычно, разрушает функционал данного виджета. Кликаем, собственно, видно, да? Сейчас виджет рабочий. Кликаем по ссылочке, и, собственно, видно, да, что виджет, его функционал полностью разрушен. Дальше метод disable. Отключает работу данного виджета. Вот таким вот образом виджет неактивный. Дальше метод enable, который включает виджет в работу. То есть, если здесь мы вызываем метод enable, а вот здесь в свойстве disabled мы укажем true. То есть, изначально выключим наш виджет. Вот, обновляем скрипт, кликаем по ссылочке, и, собственно, видно, да, виджет включен в работу. Вот. Это то, что нам выполняет метод enable. Дальше стандартный метод option. Думаю, вы знаете, для чего он нужен. Метод, который позволяет либо получить настроечки, либо объект всех настроечек виджета, либо, наоборот, значение конкретной настройки, если мы ее название передаем вот сюда, вот, тот же, к примеру, степ, вот так вот. Либо данный метод позволяет нам изменить значение конкретной настройки. То есть, если мы обращаемся к настройке степ и следующим параметром передаем новое значение, скажем, 10, то вот таким вот образом мы с вами изменяем значение этой настройки. То есть, сейчас шаг 5, кликаем по, собственно, ссылочке, и теперь шаг уже равен 10. Вот таким вот образом. То есть, стандартный метод option, мы с вами его неоднократно рассматривали, поэтому, думаю, останавливаться на нем не будем. Дальше, метод pageDown. Вот как раз-таки метод, который позволяет нам, скажем так, перейти на следующую страницу. Смотрите, вот у нас настройка степ, шаг, шаг равен 5, и мы установили, что в одной страничке у нас 5 шагов. Давайте это проверим, вызываем метод pageDown, обновляем наш скрипт, вот, и, скажем так, кликаем по ссылочке, и вот мы видим минус 25, то есть, то, что я и говорил. Мы переходим на следующую страничку только вниз, pageDown, на следующую страницу вниз. В одной странице у нас 5 шагов, в одном шаге у нас, скажем так, 5 значений. Понятно, да? Вот таким вот образом. Еще мы можем передать сюда, собственно, число, то есть, на какую страницу нам необходимо перейти. Ну, к примеру, я укажу на вторую страницу. И давайте посмотрим, что мы видим на экране. Кликаем по ссылочке, мы видим значение 50, то есть, первая страница это 25, вторая 50. Вот таким вот образом. Дальше, довольно-таки аналогичный метод, но который выполняет противоположное действие, метод pageUp. Данный метод что выполняет? Он переходит на следующую страницу вверх. Опять же, шаг у нас равен 5, число шагов в одной странице 5, и, собственно, если я вот так вот обновлю наш скрипт, то мы с вами увидим следующее. Так, а, ну, конечно, мы кликаем по ссылочке и видим 25, еще раз кликаем 50 и так далее. Опять же, мы передаем вторым параметром, можем передать номер той страницы, на которую нам необходимо перейти. К примеру, на пятую страницу, обновляем наш скрипт, кликаем по ссылочке и видим 125. Вот таким вот образом, как бы, двигаемся уже по отдельным страницам. Следующий метод, который мы с вами рассмотрим, метод под названием StepDown. Вот так вот он пишется. Так, и, собственно, если мы передаем, вернее, вызываем данный метод без параметров, то мы с вами, как бы, выполняем действие, аналогичное нажатию вот этих вот кнопочек. То есть, а именно кнопочки минус вниз. То есть, мы уменьшаем значение нашего текстового поля на, скажем так, величину шага. А вот, собственно, минус 5, минус 10, минус 15, минус 20 и так далее. То есть, эквивалентно, что мы нажимаем просто кнопочку минус. Но, используя данный метод, мы с вами можем передать сюда количество, то есть, на сколько шагов уменьшить значение нашего текстового поля. К примеру, на два. Раз. Обновляем наш скрипт и кликаем по ссылочке клик. Вот таким вот образом. Минус 10, минус 20 и так далее. То есть, мы с вами можем перемещаться, скажем так, по шагам. Уже не просто, скажем так, изменять значение текстового поля на величину одного шага, а сразу, скажем так, в данном случае уменьшать на несколько шагов сразу. Опять же, аналогичный, но противоположный метод. Метод StepUp. Который увеличивает уже значение текстового поля на величину шага. Если мы вызываем его без параметров, это эквивалентно нажатию на кнопочку плюс. То есть, вот так вот. 5, 10, 15, 20. То есть, то же самое, что я нажимаю на кнопочку плюс. Но вторым параметром я могу передать сюда вот, собственно, количество шагов, на которое необходимо увеличить, скажем так, значение нашего текстового поля. К примеру, на 5. И сейчас мы с вами видим на экране ничто иное, как 25. Вот таким вот образом. Понятно, да? Вот. Это то, что касается метода StepUp. Теперь, очень полезный метод. Метод под названием Value. Данный метод, если мы вызываем его без параметров, вернет нам текущее значение, собственно, текстового поля. Поэтому, используя Alert, посмотрим это текущее значение. Смотрите, сейчас мы обновляем наш скрипт. Выбираем нужное нам количество, нужное значение, к примеру, 50. Кликаем по свечке Click и, собственно, видим текущее значение текстового поля. То есть, Value вернет нам текущее значение данного виджета. Если же мы с вами передадим вот сюда вот вторым параметром, собственно, какое-то значение, скажем, 450, то данное значение будет записано в, собственно, атрибут Value данного текстового поля. Другими словами, мы установим новое значение для виджета Spiner. Давайте это проверим. Обновляем наш скрипт. Выставляем какое-нибудь значение, к примеру, 35. Кликаем по ссылочке Click. Так. Так, только что-то у нас не отработал данный метод. Мы передадим данное число в виде строки вот таким вот образом. Так. И посмотрим. Так. Обновим наш скрипт вот таким вот образом. Так. И, собственно, выставим какое-нибудь значение. Скажем, опять же, 35. Кликаем по ссылочке Click. И, собственно, мы видим 450. Новое значение для, собственно, текстового поля. Вот таким вот образом. Смотрите. Вот сюда вот строковое число. Число в виде строки необходимо передавать, если вы в параметре NumberFormat не указали, скажем так, тип данных. Понятно, да? Сейчас мы данную настройку не используем. Поэтому значение необходимо передавать вот так вот в виде строки. Понятно, да? Так. И это был последний метод, который мы рассмотрим с вами в данном уроке. Вот. А сейчас давайте рассмотрим события. События, которые содержатся в виджете Spiner. И первое событие – это событие Change. Данное событие выполняется, когда изменяется текущее значение текстового поля. Понятно, да? Вот. И, как обычно, мы описываем функцию, которая выполнится в результате срабатывания данного события. Так. Здесь, как обычно, при помощи Alert выведем на экран, скажем так, Change. Вот так вот. Есть. И смотрите, что мы будем делать. Обновляем наш скрипт. Вот. И изменяем значение. Вот мы, собственно, изменили значение. И как только мы уберем фокус с текстового поля, сработает событие Change. Смотрите. Вот я убрал фокус. И вот сработало событие Change. Вот таким вот образом. Теперь следующее событие. Событие под названием Create. Ну, я думаю, вы знаете уже, для чего нужно это событие. Данное событие срабатывает в момент, скажем так, создания данного виджета. Create. Давайте это проверим. Обновляем наш скрипт. И вот, собственно, отработало данное событие. Дальше. Следующее довольно-таки полезное событие. Событие Spin. Данное событие срабатывает каждый раз, когда мы с вами, скажем так, инкрементируем или декрементируем значение нашего текстового поля. То есть, другими словами, когда я кликаю по кнопочкам, вот таким вот образом, плюс-минус, плюс-минус, я изменяю значение текстового поля. И тем самым, за каждое изменение значения срабатывает данное событие Spin. Что мы сделаем в этом событии? Давайте для наглядности мы с вами обратимся к блоку с идентификатором CL, то есть к нашей ссылочке. И используя метод jQueryText, добавим, собственно, как текст данному блоку, будем выводить содержимое, собственно, нашего текстового поля. То есть, что мы с вами сделаем? Мы с вами обратимся по зису к нашему, собственно, выбранному элементу, вызовем метод spinner, вот так вот, и у него вызовем метод value, вот таким вот образом. То есть, я, как текстовое содержимое в блок с идентификатором CL, записываю текущее значение текстового поля, для которого применен виджет spinner. Давайте это проверим, обновляем наш скрипт, и, собственно, вот я инкрементирую, видно, да, значение нашего текстового поля, и сразу же это значение появляется у меня в блоке Span. Если же я выполняю обратное действие, то есть декрементирую, уменьшаю значение, то, опять же, вот это значение появляется как текст в блоке Span с идентификатором CL. Понятно, да? То есть, за каждым, скажем так, нажатием кнопочки отрабатывает событие Spin, и, собственно, мы видим результат на экране. Дальше, следующее событие, событие Start. Данное событие срабатывает, когда, смотрите, я, к примеру, зажимаю вот так вот кнопочку плюс, либо минус, и как только я ее зажал, сработало событие Start. Смотрите, вот мы обновляем наш скрипт, я кликну, скажем так, и зажму кнопочку плюс, видно, да, вот у меня увеличивается значение, но содержимое блока изменилось только один раз, как только я нажал на кнопочку плюс. То есть, в момент старта, скажем так, изменения значения текстового поля. Опять же, я кликаю на минус, и зажимаю, и держу кнопочку мыши, опять же, мы видим 500, в момент старта изменилось значение текстового поля, сработало данное событие, но уже конечный результат мы не видим вот здесь вот в блоке Span, так как событие срабатывает только один раз при старте, при начале изменения значения текстового поля. Понятно, да? Аналогичное, но противоположное событие данному, это событие Stop, которое как раз таки срабатывает в момент, когда мы, скажем так, заканчиваем изменение значения текстового поля. То есть, смотрите, опять же, будем, смотрите, нажимать и держать кнопочку плюс. Вот ее нажал и держу, и смотрите, значение изменяется, но при этом значение блока Span с идентификатором CL было на месте до тех пор, пока я не отпустил кнопочку плюс, то есть не остановил изменение значения блока текстового поля, и, собственно, последнее значение, и вот сюда вот и записалось. Точно так же декремент, видно, да? Уменьшается значение, но изменение мы видим, срабатывание события только, скажем так, при остановке изменения значений. Понятно, да? Вот таким вот образом событие Stop, довольно-таки полезное, иногда используется и так далее. Вот, и, собственно, это было последнее событие данного виджета Spinner. Вот мы с вами и рассмотрели все основные настройки, методы из и события виджета Spinner. Но в завершении данного урока я хотел бы поговорить об одной довольно-таки важной возможности данного виджета. И эта возможность заключается в том, что данный метод может не только, скажем так, увеличивать, уменьшать значение соответствующего текстового поля, а может и определенным образом обработать данное значение и определенным образом его изменить в соответствии с локальными настройками, которые мы укажем при работе с данным виджетом. Смотрите, если перейти на страницу демонстрационных материалов данного виджета, мы можем увидеть несколько примеров, помимо использования данного виджета по умолчанию. То есть, это пример, связанный с выводом денежных единиц, пример с выводом, скажем так, чисел и пример с выводом времени. То есть, как вы видите, в каждом из этих примеров мы можем выбрать одну из локальных настроечек. Скажем так, при отображении денежных единиц, если мы выбираем евро, то возле собственного значения добавляется значок евро. Если мы выбираем доллар, то добавляется значок доллар. То же касается для чисел. Если мы выбираем, скажем так, страну Германию, то число дробное записывается вот таким вот образом. Целая часть, затем запятая и, собственно, дробная часть. Но если мы выбираем, скажем, страну Англию, то здесь уже целая от дробной части отделяются точечкой. Ну и, соответственно, тайм, опять же, если мы выбираем страну, то время выводится для этой страны, скажем так, в соответствии с локальными настройками. То есть, виджет Spinner может также работать, обрабатывать даты, используя локальные настройки. Как же работать с данным виджетом при помощи, вернее, задавая ему локальные настройки? Если мы перейдем, скажем так, по ссылочке API Documentation, то в самом начале описания данного виджета мы можем увидеть такое понятие Globalize. Globalize это скрипт. Это определенный скрипт, другими словами, файл на языке JavaScript, который позволяет нам задавать определенные, так сказать, территориальные, либо локальные настройки для виджета Spinner. Собственно, данный скрипт довольно-таки обширный, у него довольно-таки мощный функционал, и он позволяет обрабатывать как числа, так и даты, так и денежные единицы и так далее. Вот здесь его полное описание с примерами работы, но, конечно же, мы его полностью рассматривать не будем, так как он достаточно огромен, и для этого нужно несколько полноценных уроков. Мы рассмотрим только, как работать с локальными настройками, вот некоторые нюансы, и рассмотрим один небольшой пример, чтобы вы знали, что это такое, где можно скачать данный скрипт Globalize, где посмотреть его описание, и, собственно, чтобы вы знали, что это такое и вообще, зачем оно нужно. Понятно, да? Так вот, первым делом для того, чтобы работать с локальными настройками, необходимо скачать и подключить у себя на сайте скрипт Globalize. Для этого, смотрите, вот здесь вот сверху, перед описанием данного скрипта, есть некие файлы и папки. Так вот, если мы зайдем в папочку Lib, мы как раз-таки и найдем скрипт Globalize. Вот данный скрипт, кликаем по нему, и, собственно, мы видим его исходный код, поэтому мы можем выбрать данный исходный код, вот таким вот образом, копируем все содержимое данного исходного кода, копируем. При помощи текстового редактора создаем новый файл, скажем так, JavaScript, вот, и сохраняем данный файл под именем, скажем так, globalize.js и подключаем в индексном файле. Я это уже, скажем так, проделал, скачал данный файл, и вот он у меня подключен после, вот он, после библиотеки jQuery UI. Понятно, да? Вот таким вот образом. Теперь это то, что касается, скажем так, глобального скрипта Globalize. Но для того, чтобы работать с конкретной локальной настройкой, с конкретной страной и так далее, необходимо скачать еще один файл, который, собственно, и будет содержать в себе все региональные настройки. Так вот, вот эти вот файлы содержатся в папочке Cultures, вот так вот, и если перейти в данную папочку, то здесь содержится масса вот этих вот файликов, и каждый из них отвечает за определенную локальную настройку, то есть, другими словами, соответствует одной какой-то стране. Так вот, мы можем найти файл, который соответствует России, вот он, GlobalizeCulture.ru, либо вот этот вот, либо вот этот. Я обычно качаю вот этот вот, опять же, кликаем по нему, опять же, вот его исходный код, копируем. Если вы посмотрите, то здесь содержатся массивы, в которых обычные, так сказать, переводы, скажем так, дни недели, месяцы, даты и так далее. То есть, все, что касается настроек значений для России, понятно, да, для русского языка. Вот, копируем данный исходный код, опять же, создаем новый файл, вставляем исходный код, сохраняем под именем, скажем так, я сохранил под именем Globalize, нижнее подчеркивание.ru.js, и вот так вот подключил к нашему скрипту, к нашему файлу после подключения Globalize.js. Вот эти вот подключения двух файлов необходимо выполнять после подключения библиотеки jQuery User Interface. Вот, теперь мы с вами скачали, так сказать, файлы, которые отвечают за локальную настройку. Что мы должны делать в скрипте, в нашем скрипте? Ну, во-первых, мы с вами должны указать настройку Culture, данная настройка как раз-таки и отвечает за выбор тех региональных настроек, которые вам нужны. Обращаемся к свойству Culture, вот, и, собственно, указываем.ru. Другими словами, если сказать более проще, то если у нас вот здесь вот подключено множество файлов региональных настроек, то вот эта вот настроечка просто выбирает нужный файл. То есть, мы выбрали файл с региональными настройками для России. Понятно, да? Теперь обязательно необходимо выбрать формат числовых данных, так как при этом будет ошибка. То есть, мы выбирали региональные настройки для России, значит, необходимо выбрать формат для числовых данных. К примеру, поставим N. Это обычный числовой формат данных. Вот так вот сохраняем наш скрипт, переходим в браузер. Обновляем нашу страничку и увеличиваем, скажем так, значение текстового поля. И вот, обратите внимание, сейчас уже дробная часть, вернее, целая часть отделена от дробной запятой, так как действительно в России целая часть от дробной отделяется обычной запятой. То, что мы с вами и видим. Теперь, если мы вот здесь укажем формат данных и вот так вот укажем значение C, то этот формат данных означает вывод денежных единиц. Значит, возле, собственно, нашего значения будет добавлен символ денежной единицы. Как вы знаете, символ денежной единицы России это рубль. Вот, собственно, R-точку мы с вами видим возле нашего значения. Вот таким вот образом можно работать с региональными настройками. Опять же, вот здесь вот на официальном сайте библиотеки jQuery User Interface в разделе демонстрационных материалов есть примеры по, скажем так, выводу денежных единиц, то, что мы с вами рассмотрели, по выводу чисел с точкой, запятой и так далее. Также довольно-таки интересный, но немножко сложноватый пример по выводу времени. Его исходный код вы можете просмотреть вот здесь вот. Поэтому здесь, в принципе, ничего сложного нет. Просто мы обращаемся к, собственно, методам, видно, да? Методам parse и так далее, методам формат, которые отвечают за вывод, собственно, даты. Ну, данный пример мы рассматривать не будем, так как он довольно-таки редко используется. Все-таки, согласитесь, очень редко необходимо указывать дату в вот таком вот формате. Собственно, время в вот таком формате. Поэтому, если вам когда-то пригонится вот этот вот пример, и знайте, что вот здесь вот на странице демонстрационных материалов jQuery, библиотеки jQuery UI, есть, собственно, исходный код, как реализовать вот этот вот пример. Вот. А вообще, для того, чтобы работать с региональными настройками, вам нужны всего лишь два файла. Файл globalize.js и, собственно, файл тех региональных настроек, которые вам нужны. Конечно же, вы, открыв данный файл, вы можете изменить что-то здесь под себя. Хотя, я думаю, это вам вряд ли понадобится. Но, опять же, здесь видно, да, в принципе, все понятно. Дни недели, сокращенные и так далее. На этом данный урок я буду завершать. Всего вам доброго и увидимся в следующем уроке нашего курса.